Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях директор дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Сергей, здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам на интервью. И начнем свой первый вопрос вот с чего. Насколько известно, ваш центр был образован в 2013 году по решению президента России Владимира Путина. А в каком году появился филиал? И, собственно, почему мы являемся филиалом, когда «Тигр» все-таки обитает у нас и здесь, а не в Москве? На самом деле, это произошло одномоментно. С моментом создания этой организации основным учредителем у нас это было русское географическое общество. Надо сказать, что это, в принципе, просто для удобства административного управления, потому что все нормативно-правовые документы в области охраны природы, какие-то решения, они принимаются в министерствах. И все головные министерства, они находятся в Москве. И там данные вопросы решать проще. Поэтому, в принципе, на работу никаким образом не влияет. Мы, по сути, являемся одной целой организацией. И в реале «Тигра» достаточно полно представлены. То есть, основной наш офис находится в Владивостоке, но у нас работают представители в Сабаровском крае. И во всех регионах, где так или иначе обитает «Тигр», наша организация представлена. Потому что, по сути, основная цель нашей организации – это винить усилия общественных и государственных организаций в направлении сохранения уникальной природы юга-дальнего востока. «Тигр» является всего лишь индикатором его состояния. То есть, в состоянии популяции «Тигра» достаточно проще сказать, что происходит с природой. То есть, есть «Тигр», условно говоря, хорошо, нет, «Тигр» плохо. И мы понимаем, что без гармонизации отношений между человеком и «Тигром» вообще невозможно говорить, в принципе, в вопросах охраны природы. Потому что, как бы животные не были сильными, ловкими, как «Тигр», от них ничего не зависит. Ведь все зависит от людей, которые живут рядом с ними. И в этом плане основной фокус, конечно, на людей, проживающих рядом с «Тигром». От того, в каких условиях они будут жить, чем они будут заниматься, будет зависеть, как мы будем сохранять природу, в которой мы живем, и, соответственно, «Тигра». А сколько человек работает в дальневосточном филиале? Кто эти люди, откуда пришли? Ну, на самом-то деле, у нас организация достаточно не многочисленная, да, потому что в нашей роли основаны коррекционные усилия, а в нашей организации работает пять человек. Это люди, которые, можно их назвать, как природохранный пенджер, да, который осуществляет взаимодействие с нашими партнерами и реализует наши проекты. В принципе, два сотрудника – это люди, которые закончили ему регистратуру по специализации в сохранении филоразнообразия, достаточно молодые специалисты, которым еще предстоит, как в России, развиваться. А пресс-секретарь, который обеспечивает связь с прессой и донесение до общественности тех позиций и мнений, которых мы считаем важными по вопросам сохранения природы. И юрист, потому что правовые вопросы, они основные, по большей части, потому что те люди, да, которые, условно скажем, вредят природе, да, они в основном занимаются противоправными действиями, и пресекать их деятельность, то нужно тоже по закону. Поэтому основной и большой блок – это работа с силовыми структурами. Как раз вот специалистов в области права, он этими вопросами занимается. Но в целом, надо сказать, что понятно, что спектр вопросов достаточно широкий, и чем больше людей, специалистов есть, тем проще работать. Но на данный момент штатная учительность, которая у нас есть, она, в принципе, позволяет нам выполнять наши задачи. А вы сами пришли из заморского филиала Всемирного фонда дикой природы? Да, перед тем, как возглавить филиал Центра морских тигр, я проработал по Всемирному фонду дикой природы. Как раз отвечал за все проекты Всемирного фонда дикой природы по сохранению тигра внутренно-восточного леопарда. А вы сами сколько лет в природоохранной деятельности? Ну, достаточно сложный вопрос. То есть, если мы уберем с окончания университета, да, в 2005 году, вот в настоящее время, не тесительность, так скажем, по трудовой книжке, ну, понятно, что в период студенчества и ранее тоже участвовал во многих природоохранных проектах, поэтому, как бы, придя, допустим, на работу Всемирного фонда дикой природы, я уже был состоявшимся специалистом, тем более, что были параллельные увлечения в области науки, и в научном мире тоже удалось успеть там ряд сделать работ необходимых, которые все вывелось за защиту кандидатской степени. Также, насколько известно, когда центр создавался, была определена короткосрочная стратегия развития 2013-2015 год, если верить нам на вашем сайте. Вот можете поподробнее рассказать об этой стратегии и были ли в ней, не знаю, удалось ли достигнуть тех результатов, которые были там прописаны, тех задач, которые были поставлены? Ну, разумеется, когда создают новую организацию, прописывают некий план работы, в котором прописано для чего она работает, да, и от чего она стремится. Понятно, что базовым основным документом для нас является стратегия сохранения «Амурского тигра» в России, обновленная редакция, которая была утверждена в 2010 году, ну и все наши планы организации, они, в принципе, все тесно связаны с этим документом. Напомню, этот документ, он определяет все меры по сохранению «Амурского тигра», его кормовой базы и среды обитания, вплоть до 2020 года. Соответственно, мы определили для себя приоритеты данной стратегии, работаем по их развитию. Основной приоритет – это предотвращение брюкоконерства как прямого в отношении тигра, так и в отношении его кормовой базы, а также среды обитания, да, это вопросы незаконных рубок. Второе – это нужно увеличивать, да, мы понимаем, что охотник, да, или человек, живущий в реале тигра, и тигр, они, в принципе, конкурируют за одно и то же, да, за мясо диких копытных животных. Поэтому очень важно, чтобы численность диких копытных животных была высокая, ну, по крайней мере, на том уровне, который был бы достаточен как хищникам, так и человеку. Поэтому программы, связанные с увеличением численности копытных животных, они тоже являются приоритетными. Естественно, они тесно связаны с сохранением места обитания. Мы понимаем, что не сохранив там массивы корейского кедра или туба глонгольского, мы не сможем обеспечить достаточную кормовую базу для копытных животных, а это все перекликается с проблемой пожаров, незаконных рубок. Если мы говорим о третьем направлении, это, конечно, гармонизация отношений между человеком и тигром, потому что, по сути, у человека возникают вопросы к тигру, когда происходит прямой конфликт, это нападение на собак, на сельскохозяйственных животных, и наша общая задача – добиться так, чтобы таких вот ситуаций было гораздо меньше, а если они происходили, то люди компенсировали ущерб от тигра, да, а тигр из этих бы ситуаций выходил не вредимым и впредь бы не... повторял бы, да, не являлся рецидивистом, поэтому вот третий блок, он тоже основной, он также, естественно, связан с экологическим просвещением, потому что, по большей части, наше отношение к природе, оно связано с недостатком нашего образования, и порой мы какие-то вещи просто не понимаем, да, и от этого то делаем совсем правильные поступки. Если нас, вот, если неправильно учили в школе, что нужно выжигать траву, тогда вырастет новая зеленая травка, и она будет мощнее, это лучше, то нужно доносить людей, да, что это все ошибочно, что, наоборот, выжигая, вы высушиваете почву, она с нашими ветрами полетучивается, и все становится еще хуже. И таких вопросов много, то все взаимосвязано, именно вот по этим основным пунктам мы свою работу и строим. Раз вы упоминали экологическое просвещение, можете рассказать поподробнее о программах для молодежи, в которые вы привлекаете? Вот, насколько известно, экологические тропы строят студенты со всей страны. Это входит в программу экологического просвещения, или это что-то отдельное? Нет, конечно, это входит, на самом деле вопрос очень глобальный, глубокий, да, мы, к сожалению, в 90-е годы много утеряли по разным причинам, если вспомнить, у нас раньше в детских садиках, в школах были зооуголки, где дети учились бережному отношению к природе, вообще нахождение там в учебном заведении, и животного, да, формировало правильное отношение к человеку, что животных нужно любить, да, что это соседи по планете, и отношения к ним были кружки юных натуралистов, общество любителей природы при зоопарках, там, в зоосадах и других местах содержания животных, были движения там «Юный охотник», да, при общественных организациях, то есть это все позволяло, в принципе, объяснять человеку, что он в природе живет, соседствует с другими животными, и должен правильно к ней относиться, если он хочет, чтобы обстановка экологического, то, как у него была правильной, и благоприятно отражалась, прежде всего, на его здоровье, да, и на здоровье его детей. Но, к сожалению, это все утеряли, и сейчас мы получили целое поколение, и не одно поколение людей, которые не понимают ценности природы, да, и поэтому живут одним днем, занимаются там нелегальными заготовками, продают дикое мясо копытных животных, в принципе, которое и привело к тем проблемам в природе, которые мы сейчас и видим. Поэтому нужно сейчас, мы понимаем, что какую-то часть, конечно, населения уже невозможно воспитать, они так привыкли, но сейчас растут новые поколения, дети, на них в серую очередь упор, поэтому мы достаточно глобально к этому подходили, да, у нас появился тигренок Мур, персонаж, «Спокойной ночи», мы в Алуши всем известная программа, да, которая во всей стране, и тут еще же, что важно, что в нашей стране не все вообще, в принципе, знают, да, что у нас есть такие уникальные животные, как тигр, да, это то, чем можно гордиться, то, вокруг чего, то можно сплотить детей, их рисовать. Со студенчеством мы отработаем в направлении того, что мы тоже понимаем, что в 90-е годы профессии биолог, эколог или охотовед, они были очень непопулярны, ввиду низкооплачиваемости в целом, да, и сложности данных работ, поэтому у нас сейчас существует большой провал в специалистах, то есть сейчас средний возраст, там, сотрудников охотнадзора, да, или заповедника, это люди к 50-ти годам, то есть подготовлены еще в советское время, там, альтруисты своего дела, а молодых специалистов очень мало, и основная задача, как бы не упустить тот момент, когда еще вот нынешнее поколение тех людей, кто охраняют природу еще в деле, да, они работают, нужно сейчас вот, чтобы появились молодые специалисты, которые бы у них успели херенять опыт и продолжали их дело, поэтому мы пытаемся развивать образовательные программы в Дальнесрочном федеральном университете и Приморской фельдхозакадемии, которые как раз и направлены в подготовку данных специалистов, мы пытаемся улучшать условия работы в будущем, и вот студенческие строительные отряды это некий такой механизм, да, который, с одной стороны, позволяет людям делать правильные благородные вещи, потому что экологические тропы это тот механизм, который позволяет вообще людям просто приходить в природу и понимать, как она красива, потому что когда ты идешь по щиколотку в грязи и ты мусорит, да, ты не можешь оглянуться вокруг и увидеть, насколько это красиво и ценно. Если ты видишь мусорную банку, там вообще, в принципе, мусор, ты немножко отойдешь и тоже кинешь ту мусор, потому что ты не увидишь разницы. И для этого, конечно, нужно создавать инфраструктуру и в первую очередь в заповедниках, которая бы не вредила природе, но в целом поднимала культуру людей. И вот как раз студенты в наших строительных отрядах, они занимаются тем, что строят данные тропы, одновременно получают у нас денежное вознаграждение как аванс за то, что они выбрали непопулярную профессию, потому что мы эти строительные отряды отбираем как раз людей, которые хотят стать фитхеринарами, биологами, экологами, тахотоведами, и, соответственно, то, что мы им платим, это никакая им премия, и, в принципе, те люди, которые проходят строительные отряды, они утверждают свое мнение, что им профессия нужна, и уже ряд в прошлом году еще студентов, а ныне уже действующие сотрудники, в частности, охотного взора, мы увидим, что эта программа, в принципе, работает, но, естественно, ее нужно развивать, и больше молодежи привлекать природоохранные организации, вообще, в принципе, чтобы они являлись частью природоохранной политики, неважно, где они работают, потому что, в принципе, все сферы связаны, и юристы, и журналисты, и еще достаточно много профессий, которые вовлечены в дело сохранения природы у нас в России. Вот вы сказали, что студенты строят экологические тропы, наверняка это все равно как-то связано так или иначе с экологическим туризмом. Ну, разумеется, да, экологические тропы – это структура для развития экологического туризма. Экологический туризм – он самый щадящий для природы, именно поэтому так он называется. И в целом, многие специалисты видят будущее Приморского края, в том числе и благодаря развитию экологического туризма. Это то направление, которое позволит занять население в сельском, в нашем случае, в лесное, да, потому что мы понимаем, что ресурсы тоже древесины, они ограничены, и мы достаточно сильно их подорвали. Людям нужна работа, и работа, в том числе, в области экологического туризма, она является перспективной, но любой экологический туризм начинается с инфраструктуры. Это самое дорогое, и именно это то необходимое условие, с чего это начнется активная точка роста. Понятно, что здесь нужна государственная программа, но в целом, и само население должно прийти к осознанию того, что платить за то, что ты увидел природу, это правильно, да, в этом ничего нет зазорного или несправедливого. И надо быть уверенным, что если вы заплатили эти деньги за экологический туризм, то эти деньги пойдут именно на сохранение природы. А кто помогает вашей организации, кто является партнерами, друзьями? Ну, на самом деле, у нас мы являемся автономной некоммерческой организацией, то есть мы самостоятельно деньги не зарабатываем, и те деньги, которыми мы управляем, которых мы расходуем, они к нам поступают от наших партнеров, от спонсоров. Это достаточно большой список компаний, они все представлены на сайте нашей организации, среди них есть как крупные госкомпании, так и местные приморские, да, из-за реала. Тигра, не равнодушные для сохранения природных бизнесменов, которые предоставляют свои средства. Ну, в основном, это деньги компании, которые у них запланированы как раз на размещение ущерба экологии, и они через нашу организацию данные свои вопросы закрывают и реализуют, за что, в принципе, большое спасибо. Партнерами нашей организации являются, в принципе, все организации, которые занимаются, так или иначе, сохранением природы. Наша организация, повторюсь, вот именно ее назвали центром, да, то есть она была стать центром, который бы ни было все усилия направлены на сохранение, изучение кошкового тигра. И у нас была всегда проблема в взаимоотношении между государственными организациями и общественными, да. Каждый вроде как делал правильные дела, но по итогу убывали у них недопонимания. И мы были призваны как раз это недопонимание снять и скоординировать усилия в едином направлении. Поэтому, если говорить за государственные организации, то есть различные институты Российской Академии Наук, это силовые, то ведомство, прокуратура, ФСБ, погрануправление, МВД, это специальная полномочная структура, да, по сохранению природы в Приморском крае, в Хабаровском. У нас это департамент охотничего надзора Приморского края, в Хабаровском крае это комитет охотничего хозяйства, плюс управление Роспиродного надзора, да, это та структура, которая от федеральной власти как раз надзирает за всеми процессами по сохранению природы. Это федеральное государственное бюджетное учреждение, которое управляет нашими заповедниками и национальными парками, ну и в принципе можно этот пересек продолжать. Мы сотрудничаем также с крупными общественными организациями, Всемирной фонды и природы, с Московским зоопарком, да, хотя, казалось бы, Московский зоопарк далеко, но на сегодняшний день Московский зоопарк это как-то структура, которая отвечает за формирование генетически чистых линий аморских тигров в неволе. Это тот резервный запас, который нам позволит, если случится какая-то непредвидимая ситуация, тигр исчезнет в тикой природе по разным причинам, то это тот резерв, который можно использовать для его, для пополнения популяции в тикой природе, и в Московском зоопарке достаточно хорошие ветеринары, которые тоже оказывают достаточно хорошую помощь. Ну, также, насколько известно, не только вам помогают, но и вы помогаете, в частности, дирекции по охране объектов животного мира и ОПТ Приморского края. Можете рассказать поподробнее, как вы с ними сотрудничаете? Ну, данная коррекция является основной частью департамента доходящего надзора. Мы для удобства будем называть службой охотничьего надзора. Понятно, что наша основная задача это создать эффективную систему охраны объектов животного мира. Данной структурой является служба охотничьего надзора. То есть, если у нас порядка 20% от ареала тигра это особо охраняемые природные территории, то все остальные территории, она как раз охраняется данной службой. Несмотря на то, что по функциям данная служба близка к силовой структуре, это люди, которые также имеют форменную одежду, оружие, специальные средства, у них ненормированный рабочий день, работают в лесу, часто с вооруженными людьми, иногда они и отрезвыми, где нет свидетелей. То есть, условия труда достаточно суровые, но долгое время достаточно неадекватно, я даже сказал, несправедливая оплата их труда, плюс их бюджеты в сотни раз меньше других силовых структур, поэтому у них нету на данный момент средств на приобретение технического обеспечения своей работы, поэтому мы взяли на себя эту функцию, то есть, мы помогаем обновлять свой парк техники, наша общая задача, чтобы они не уступали, по крайней мере, полуооруженности, если так назовем, тем, чью ту деятельность они пресекают, то есть, в отношении браконьеров, ну и техника должна, конечно, обеспечивать их безопасность. Мы понимаем, что данную структуру нужно развивать, чем больше людей в лесу, тем больше порядка, если мы не можем количественно их увеличить, то мы можем качественно их сделать, то более эффективными, есть разные методики, ну и если говорить о прямых вещах, да, там, и простым языком, то мы обеспечиваем службу конечного надзора автомобильными, квадроциклами, снегоходами, запасом горюче-смазочных материалов, форменной одеждой, пайками, да, потому что люди работают в лесу, им нужно что-то кушать, оружием, ну и всем необходимым, в принципе, вплоть до спутниковой связи, чтобы они могли быть всегда на связи, на данный момент, если брать Российскую Федерацию в целом, не только мы считаем, но и многие специалисты признают, что служба охотничного надзора Приморского края одна из самых эффективных в России, и в принципе, принцип ее построения, он такой достаточно революционный для нашей страны, и мы надеемся, что нам удастся совершить создание эффективной системы, если мы раньше ставили себе задачу, что самый лучший охотнадзор в России, то сейчас, в принципе, есть задача сделать самый лучший охотнадзор в мире, и в принципе, все посылки для этого есть, вот, наверное, основные направления данной службы. Что считаете главным достижением в работе вашего центра за три года до его существования? До три года существования центра, я считаю, что самым главным является это, конечно, изменение основополагающих законов, потому что вот работая в Овсеверном фонде, я вот достаточно долго и нудно этим занимался и понимал, и нам тогда казалось, что изменить уголовный кодекс это вообще невозможно, то есть там все объясняли, что это настолько базовый закон, да, что его невозможно, в принципе, куда-то сдвинуть, с появлением центра эти вопросы резко ускорились. Благодаря деятельности центра и, короче, наблюдательного совета его удалось ускорить, реализовать идею по созданию национального парка Бихикин. Помню, что в течение 20 лет различные правоохранные организации пытались это сделать, сейчас по совместным усилиям это совершили, считаю, это большим достижением, потому что миллион 300 тысяч гектар заповедные территории, не рубленных лесов, это именно тот резерв, который не каждая страна себе может позволить иметь, да, а для нас это очень знаково, потому что мы для себя уже решили, что мы эту территорию не будем использовать хозяйственно, в плане вырубки, добычи полезных закопаемых, а мы будем использовать для экологического туризма, для мягкого, когда, словно говоря, и природа остается целая, да, и люди остаются довольны, вот, и, наверное, самым важным достижением является это, что нам удалось объединить усилия государственных и общественных организаций, снять противоречия, сейчас, в принципе, все работают в одном направлении, все заданы общей целью, и, понятно, всегда возникает вопрос, вот тигр, к нему столько внимания, почему тигр, но, на самом деле, это тоже от понимания процессов, да, у нас в России нет специализированной охраны видов, у нас нет специального закона по охране тигров, у нас есть закон по охране видов, занесенных в Красную книгу, у нас есть там законы по охране особо оценных видов, да, специальный перечень, эти виды живут по всей территории России, белый медведь, снежный барс, хиренезиатский леопард, и этот список можно продолжать, и, получается, те законы, которые мы меняем, да, в угоду тигра, мы, получается, меняем в угоду всех регионов, и тех животных, которые у них проживают, и, это в конечном итоге отражается на людях, приведу просто свой пример, что, как говорится, ради тигра, да, мы запретили кедр корейской крупки, то есть, в советское время умные люди, там, в течение 70 лет знали, что, собирая орехи и продавая их, можно получить больше денег, чем срубив ствол кедра, который можно легко заменить елкой, пихтой и другими породами хиревьев, и там понимали, что, если ты вырубаешь кедровник, что плодоноощащий, новый кедровник, нужно ждать сто лет, да, столько времени нет, и потребовалось достаточно много времени, и хорошо, что под эгидой тигра, да, в 2010 году это запретили, сейчас местное население, которое, там, раз в 4 года собирает орех и продает его, они даже не задумываются, кому нужно сказать спасибо за то, что остался кедр, да, полностью не вырублен, и таких примеров много, если говорить о сохранении кормовой базы, да, тигра, то есть, это нужно менять федеральный закон об охоте, и вот эти все изменения федеральных законов, они же являют не только на Приморский край, но и сохранение животных по всей России в целом, поэтому в данном случае тигра является только не неким флагом, да, индикатором, куда мы прикладываем усилия, и еще раз повторюсь, мы не можем сохранить только тигра без сохранения копытных животных, а если мы сохраняем копытных животных, мы должны сохранить лес, в котором он живет, потому что копытные без леса поршить не могут, а леса копытные это тот ресурс, который нужен человеку, да, мы живем за счет лесозаготовки, лесопереработки, да, за счет сбора хикоросов, тот же мед, да, мед, мы же собираем где, в лесу, благодаря липе, а гипа тоже ресурс, это все взаимосвязано, и в принципе человек очень плотно связан, поэтому усилия направлены на тигра, они в принципе и направлены на людей, которые живут как раз непосредственно рядом с тигром, понятно, что на данный момент существуют социальные проблемы, есть места, где нет рабочих мест, это тоже глобальные задачи, и нужно их решать, да, порой изучат вопросы, вы бы лучше эти деньги, дали бы людям, просто бы раздали, эффектов было бы больше, к примеру, приведу, что фюджет охотничего надзора Приморского края совокупно не превышает 50 миллионов рублей, если мы 50 миллионов рублей разделим на миллион жителей, которые живут в таежной и сельской тесности, то получатся достаточно незначительные деньги, это те деньги, за которые люди не откажутся от похода в лес, не откажутся от зарабатывания на убийстве копытных животных, продажи их мяса, и от многого другого не откажутся, тем более от заготовки древесины, которая сейчас с учетом курсовой разницы приносит большие деньги. А что все-таки с популяцией тигра? Она возрастает, находится на одном и том же уровне или как? По популяции тигра всегда есть разные задачи. Есть задача науки у ученых, у ученых всегда интересно, сколько флот до особи. разные ученые по-разному спорят кто-то будет стоять на своем, что их 510, кто-то будет утверждать, что 500 это для них принципиально и важно. Для государства, для российского правительства, как ответственного за сохранение тигра природы в целом это не важно. Как и для нас, не важно, что мы понимаем, что меры, направленные на сохранение тигра, они одинаковые для популяции 510 особей и для популяции 530. Если цифры порядково не отличаются, у нас определенный мер. Если, конечно, будет порядково отличаться, что было 500 стало 300, то мы понимаем, что какие-то значит мы неправильные предпринимаемые шаги, раз, почти в половину популяция сократилась. На данный момент последний полномасштаб учет 2015 года, который был проведен, многими экспертами он признан качественным, квалифицированным. Мы получили приблизительные цифры, но они где-то очень близки. К истине это 523-540 особей. Мы можем говорить, что популяция где-то колеблется в пределах 500-550 особей с учетом тех, которые еще живут на территории двух приграничных провинций. Много или-то им мало, и всегда скипт говорит, что у вас в 2005 году было почти 500, в 1996 450-500, и в принципе ничего не меняется. На самом деле полномасштабный учет эти игры проводятся раз в 10 лет, а 10 лет это достаточно длительный срок, за который популяция успевает снизить свою численность и увеличить свою численность. Соответственно, вот эта цифра в 550 особей она говорит только об одном, то есть это то, как количество тигров, которые позволяют не бояться накопления кинетических ошибок, потому что если популяция становится меньше и меньше, наступает бескоростное скрещивание, начинают всякие различные заболевания, отклонения, и мы можем в принципе потерять из-за этого ту или иную тот или иной вход вид или вид, а мозг кому-тигру это грозит, он как вход вид в тикой природе не выберет из-за естественных процессов. Но, с другой стороны, численность 550 это все равно низкая численность, связанная с тем, что это порядка 200 самых, которые размножаются, и если мы из них потеряем 30-40, то это будет уже ущерб для популяции, который будет отражаться на их численности. Поэтому все специалисты сошлись во мнении о том, что угрозы вымирания морскому тигру нет, но нужно иметь в виду, что существуют угрозы его численности, поэтому нужно вести политику таким образом, чтобы их предотвращать. И в принципе сейчас сложилась такая ситуация, что если мы и дальше будем хотя бы приводить те же усилия, которые мы предлагаем сейчас, то уже появились тенденции к росту популяции, и через пять лет популяция еще вырастет на определенную цифру. По последним сведениям решили, что тигр будем считать раз в пять лет, и в 2020 году мы как раз и дадим ответ, правильны ли те усилия, которые мы все предпринимали для сохранения тигра. Ну все-таки в сознании нашего населения уже как-то закрепилась мысль, что краснокнижных животных все-таки убивать нельзя, и в частности тигра, или все еще нет? Ну на самом деле мы, то есть если мы говорим о средней температуре в больнице, потому что как естественность у тигра, где-то его много, как в Лозовском районе, а где-то его мало, как в Тернейском районе. Понятно, что если житель в Лозовском районе идет в лес и постоянно сталкивается со следами тигра, он же кажется, что там, где он живет, там центр мира, и так везде, и он говорит, да, их много, их вообще. А если человек где-нибудь в районе северной части Тернейского района идет, там биологическая пустыня, то он думает, что и везде тоже все плохо. Поэтому в принципе среднестатистически понятно, что то население, которое достаточно активно вовлечены в процессы со средством интернета или видением получает информацию, они уже, да, понимают, что краснокнижные животные, особо ценные животные, за них есть ответственность, регулярно случаются приговоры, это важно. Конечно, есть та часть населения, которые не вовлечены в информационном процессе и они об этом не знают. И есть еще часть населения, которые знают об этом прекрасно, но они считают, что у них безвыходная ситуация и по-другому они не могут. Это как раз те люди, о которых я говорил, которые уже так получилось, что 90-е годы, да, и 2000-х уже в госпитале такими, и сколько бы ты ему ни объяснял с различных экранов, телевизора или приватных беседах, ты уже не изменишь его умения. Для него Тигр является в каком и он соответственно считает для себя возможным применять те или иные меры для того, чтобы снять свой страх. Также в этом году вы вошли в состав экспертного совета по экологии, насколько известно. Продлили до полномочия, что был в предыдущем составе. На ваш взгляд, насколько это эффективная форма взаимодействия экологов и нашей власти, насколько вообще совет эффективен. Вы знаете, в принципе эффективность всегда зависит от управленческих решений. То, что мы живем сейчас век тогда, когда наконец-то таким-то образом народная воля изъявление становится известно власти, если раньше в советский период времени или в 90-е годы мнение народа вообще никак не учитывалось, то сейчас мы видим по различным вопросам, это другая сторона медали, когда собираются по 100 тысяч подписей, по 120 тысяч подписей за какие-то вещи, где люди не специалисты, им просто кинули клич, они отдали свою подпись. Это приводит порой неправильным результатом, потому что бывает, ошибочный призыв был, если вспомнить, как хоккейную команду называли, тоже жители из Москвы, Фетербурга, жители Дальний Восток, то же самое есть и в экологии, вроде как кто-то ставит проблему, которую он считает, и народ его поддерживает. И в принципе наличие экспертов именно общественных это важно, как раз найти компромисс между обществом, народной Тумаса, которых, к сожалению, управляют, и эксперты. Потому что когда управленец, а наш руководитель это губернатор, главы районов, они управленцы, как жертва, когда он принимает решение, у него есть мнение населения, выраженное посредством письма, интернет-петиций, есть мнение экспертов, которые порой противоречат друг другу, и нужно найти какой-то компромисс между этим и понять, кто из них прав. Потому что понятно, что все управленцы не должны и не обязаны быть специалистом в той или иной области. Мы же не можем требовать от губернатора, чтобы он был доктором биологических наук, чтобы разобраться, а правильно ли ему тот или иной доктор биологических наук написал какую-то позицию, или а правильно ли население проголосовало за то или кто-то за это. Поэтому в принципе как структура, как сама идея, она достаточно эффективна. И раньше по сути они существовали, то есть раньше при вице-губернаторах, начальниках управлений создавали свои рабочие группы, где управленец, прежде чем принять решение, чтобы себя постраховать, собирал специалистов, выслушивал их и потом принимал решение. И в случае чего я говорил, что решение принял не один, а вот я совещался, есть на эту тему протокол. И на данный момент понятно, что Институт общественных советов тоже в этом правильный, что можно спорить, как лучше создать при каждом департаменте специальную группу или объединить это все в общественный совет. Но в любом случае такие механизмы нужны, когда формируются мнения и представляются. Услышать того, не услышать, это уже другое вопрос и другое в этой плоскости. Но попытка найти компромисс это всегда хорошо. Единственное, момент заключается в другом, что вопросов экологии их настолько много, что даже сверх повесткой этих советов и возможности собираться, потому что это же не освобожденные со мной работы люди, это специалисты, эксперты, которые нужны в своем графике. А если они будут требованы, то у них достаточно плотный график найти время, чтобы провести эти все моменты. Очень много этих вопросов. Мы даже сейчас рассмотрели вопрос заочного рассмотрения отдельных вопросов, чтобы хоть как-то успевать и как-то помогать. Поэтому, в принципе, когда созданы общественные площадки, это хорошо. Как они отработают, это другой вопрос. Я считаю, что данный совет пока отработает эффективно. По крайней мере, если кто-то из членов общественного совета хочет сформировать какую-то позицию или получить какое-то мнение, у него всегда для этого есть возможность. По крайней мере, есть всегда возможность это представить на народный свет посредством прессы и уже как бы чтобы народонаселение само халлоу оценку это управленец неправильно воспринял совет общественного совета или общественный совет. Я слышу это общественность, потому что по сути общественный совет должен выражать мнение общественности. Должен очень чутко реагировать тому, что необходимо в расселении, по крайней мере находить компромиссы между экспертами и общественностью. В общем, наше интервью подошло к концу. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Ждем вас в гости снова. И мы напоминаем, что у нас в гостях был директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамелев.